Собравшиеся на конференции вспоминали Георгия Шамба как человека многогранного, ученого, чей вклад в изучение прошлого Абхазии, эпох поздней бронзы, раннего железа, античной колонизации и позднеантичного периода сложно переоценить. Те, кому посчастливилось учиться под началом Георгия Шамба, а потом уже и работать, отмечали его высокий профессионализм. Он посвятил всю свою жизнь науке. Георгий Кучевич успешно совмещал исследовательскую работу с преподавательской. В 1996 году ему было присвоено звание профессора Агу. Он является автором более 200 научных работ и 14 монографий. Материалы по раскопанным Георгием Кучевичем поселениям и погребениям актуальны и сегодня. В 2006 году ему была прослужена премия имени Георгия Дзидзаря. Область научных интересов вперед поздней бронзы и раннего железного века, а также эпохи античности. Им введена в оборот целая серия первоклассных памятников. Георгий Кучевич проводил раскопки совместно с известными учеными Ириной Сифонтьевной, Владимиром Эрвихом. Георгий Кучевич являлся председателем археологической комиссии при Академии наук Абхазии. Заведующий отделом археологии Абигейх, кандидат исторических наук Игорь Цвинария в своем выступлении четко обозначил все научные достижения Георгия Шамба. Рассказал о наимоле ярких открытиях ученого, в частности связанных с древностями абхазского села Нижняя Ишера. Из выступления археолога становится известно. Георгий Шамба проводил разведочные работы в Гагарском и Гудаутском районе. Исследовал множество погребальных комплексов по всей Абхазии. Я помню, мне было 10 лет, когда я с Георгием Кучевичем впервые познакомился. С его жизненным путем и деятельностью связана также и моя судьба. Он становится заведующим отделом археологии и вот до 2001 года он возглавлял археологию и достаточно успешно. И за эти годы выросли у нас очень много молодых кадров. В докладах конференции не только обсуждались направления исследований, входивших в область научных интересов Георгия Шамба, но также были представлены новейшие археологические открытия, анализировались дискуссионные проблемы археологии Кавказа. Очередной темой обсуждения стали особенности майкопской и новосвободненской культур. Доклад на эту тему представил кандидат исторических наук, сотрудник Санкт-Петербургского института истории и материальной культуры Алексей Резипкин. Ученый более подробно рассказал о некоторых аспектах становления эпохи ранней бронзы на Кавказе, при этом выделив две точки зрения. Одна точка зрения традиционная, которая со времен еще Евгения Ивановича Крупнова, эта точка зрения гласит о том, что была одна культура, которая сформировала всю эпоху ранней бронзы Северного Кавказа, но вторая точка зрения, которую впервые высказал еще московский ученый Сафронов, что была не одна культура, а две культуры – майкопская и новосвободненская. Докладчики проводили сравнительно технологическую характеристику железообрабатывающего производства, уплевлен колхида кабанской культурно-исторической общности. Олег Бгажба рассказал о расцвете колхида кабанской бронзы в период седьмых-восьмых веков до нашей эры. Поведал о предпосылках возникновения эпохи раннего железа. При этом ученый отметил общность объектов своих исследований с научными интересами Георгия Шамба. Олег Бгажба признается, он не раз применял материалы Георгия Кучевича во время собственных исследований. Сегодня мы имеем достаточное количество металлографических анализов, железных и стальных изделий, по крайней мере, из значимых памятников данной общности, проведенных в разное время Вознесенской, Тереховой, Розановым, Шрамко и Нанишвили, и мной, ну и другими. По методике Б. А. Колчина, что позволяет произвести сравнительную технологическую характеристику железообрабатывающего производства носителей колхида кабанской культурной общности. В ходе конференции ученые подробно рассказывали о результатах исследований Георгия Шамба, приводили множество примеров его успешных открытий, акцентировали внимание на могильниках и городищах, которые являлись объектом длительного изучения видного археолога. Надо сказать, что Георгий Шамба, несмотря на болезнь, до последнего принимал участие в экспедициях. Так, под его руководством в 2003-2005 годах археологические исследования велись в его родном селе Абгархок. Научная конференция, посвященная памяти ученого, продлится два дня. Все доклады, представленные на мероприятии, будут изданы.